Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева, Черкесия. Глава Карачева, Черкесия увеличила единовременную региональную выплату всем, заключившим контракт в нашей республике с Министерством обороны России до 1,6 млн. рублей. Это региональная выплата и плюс 400 тысяч. Федеральные средства, назначенные указом президента России Владимиром Путиным, решение о повышении региональной единовременной выплаты с 1,3 млн. до 1,6 млн. рублей, Рашид Тимрезов принял на этой неделе. Также глава отметил, что с учетом ежемесячной заработной платы от 210 тыс. рублей в месяц, военнослужащие и контрактники из Карачева, Черкесии могут получить в год от 4,5 млн. рублей. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» очередная партия груза в виде питьевой воды отправилась в зону СВО. Ахмат Халкечев подробнее. На этот раз подбодрить боевой дух наших бойцов на передовой решили сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы Покрачева, Черкесии. Груз поддержки сформирован по запросу военнослужащих нашей 34-й мотострелковой бригады. Ребята просили воды. Мы знаем, что это в такую жару крайняя необходимость. Тем более на той территории, где нет доверия открытым водным источникам. Поэтому воду передаем периодически, регулярно, благодаря различным спонсорам. Сотрудники руководства Главного бюро медико-социальной экспертизы Покрачева, Черкесии, с первых дней специальной военной операции занимают активную патрическую позицию. Груз поддержки для наших бойцов, находящихся на передовой, ведомство отправляет не в первый раз. Ранее медики бюро передали специальные технические средства, которые преодолели по запросу самих бойцов. Неоднократно мы проводим в таком формате, узнаем у Народного фронта, что именно нужно, организовываем сбор в нашем учреждении среди сотрудников и оказываем такую помощь. Наши сотрудники все поддерживают нашего руководителя. Мы считаем, что мы, когда будем едины, мы придем к победе нашей страны. Добровольцы убеждены, что теплосердец земляков, передаваемый на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмар Халкейщев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Специалисты регионального управления Россельхознадзора продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка Амброзии полнолистной. За сбором проб в Абазинском районе наблюдал корреспондент Артур Мкце. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян, и семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаева-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Абазинский район. Сразу за псыжом вдоль автодороги от Черкеска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить ее на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что это амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф пакет, оформляет и отправляем в лабораторию, в пятигорский филиал в НИИКРО. После подтверждения, если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле, семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Мкцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Артур Мкцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В городке прошел ежегодный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Александра Давыдова. Участие в престижном соревновании принимали спортсмены из многих регионов страны. На открытии побывал наш корреспондент Артур Мкцелебастанов. Четвертый по счету турнир памяти выдающегося тренера по боксу Александра Давыдова собрал под сводами спорткомплекса «Юбилейный» в Черкесске многих именитых представителей этой олимпийской дисциплины. Один из них – бронзовый призер главного спортивного форума в Афинах Мурат Храчев. Является воспитанником опытного наставника. Было принято решение ежегодно проводить турнир памяти Александра Испановича Давыдова. В первую очередь мы хотим увековечить всеми возможными способами его неоценимый вклад в развитие спорта и бокса в Карачаево-Черкесии. Поэтому один из таких инструментов, один из таких способов – это проведение ежегодного турнира памяти Александра Испановича Давыдова. Есть люди, которые и после смерти остаются значимыми величинами. В боксерском мире быть воспитанником заслуженного тренера России Давыдова – своего рода знак качества. Причем для многих ребят Александр Степанович был не просто наставником, но и вторым отцом, который помогал ребятам, советам и делам стать настоящими людьми. Александр Степанович для меня в жизни является по сути вторым отцом, потому что когда я начал боксом заниматься, отца моего не было в живых. И эту роль в моей жизни занял тренер. Я очень много оставался у него дома. То есть наши отношения не только тренировочного процесса касались, по сути это было полное воспитание. Он воспитал меня как второго сына. Когда в 2019 году Александра Давыдова не стало, ученики решили увековечить его имя организации крупного боксерского турнира. Помогли и власти региональной столицы, при непосредственном участии которых соревнования проводятся столь масштабно. Александр Степанович с большой боком тренера, видокок, который воспитывал детей наших, сейчас продолжает этот путь его воспитания, который в первую очередь прививал правильное воспитание. Я хочу, чтобы подрастающее поколение равнялось на эти принципы, росли по тем девизам Александра Степановича. Чтобы, детки, все те мечты, которые у вас есть, те надежды, чтобы они у вас исполнились. Для большинства боксеров первый день турнира памяти Александра Давыдова стал своего рода ознакомительным. На ринг в основном выходили представители легчайших весовых категорий с небольшим числом претендентов на медали. Впрочем, и здесь были радость от побед и слезы горечи. Через что-то подобное много лет назад проходили те, кого сейчас считают элитой бокса Карачао-Черкесии. И у новых поколений спортсменов все еще впереди. Тем более, что есть на кого ориентироваться и чьими достижениями республика по праву гордиться. Артур Мухца, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. Воспитанники именитой спортсменки и тренера пармрестлингу Белла Батчаевой привезли золотые медали регионального турнира, который был посвящен Дню физкультурника и прошел в Ставрополе. С тренером и юными спортсменами встретилась Белла Джазаева. Здравствуйте, Белла. Здравствуйте, ребята. Белла, мы в последнее время с тобой часто встречаемся, потому что совершенно недавно ты сама стала победителем престижного турнира, а теперь твои воспитанники стали обладателями золотых медалей первых мест. Мне бы хотелось узнать, что это был за турнир и довольна ли ты тем, как твои ученики и воспитанники выступили. Здравствуйте, Белла. Я, конечно, осознавала то, что ребята поедут, выступят достойно, но что они одержат победу в своих весовых категориях, конечно же, я на это не рассчитывала. Соревнования были в городе Ставрополь, Ставропольские открытые краевые соревнования, посвященные Дню физкультурника, где в своих весовых категориях Эльканов Карим весовой категории 65+, Тамбьев Денислам весовой категории до 60 кг, Салис Гачьяев весовой категории 90 кг одержали победу. Я, конечно, очень горжусь своими учениками, я очень рада за их результаты, но, учитывая то, что они занимаются совсем мало времени, я, конечно, не ожидала. Но эти ребята систематически посещают секцию, старательные ребята, в них есть все те качества, которые должны быть у молодых спортсменов для того, чтобы вот так выезжать и достойно выступать на всероссийских и вообще различных соревнованиях. Денислам, расскажи, пожалуйста, как для тебя лично прошли эти соревнования? Вот эти соревнования самые крупные в твоей спортивной карьере, с кем ты боролся, как вообще все прошло, и какие у тебя были ощущения, когда у тебя было первое место? Первое соревнование, на которое я поехал вообще. И сразу золотая медаль. Финальный бой самый сложный был у тебя? Мне кажется, второй самый сложный все-таки был. Да? Как ты себя настраивал? В основном тренер как-то подсказывал, настраивал, да, скажем так. В самом первой схватке был мандраж, но потом уже этот мандраж ушел, и было нормально. Расскажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься этим видом спорта? Где-то пять месяцев. А чем нравится? Вот с детства мне нравится. Почему? Борьба на руках. С детства нравилось. И будет нравиться. А как ты пришел в этот спорт? Я как-то, не знаю, в школе постоянно как-то там брался на руках что-то, и потом мне спорт понравился этот, ну и решился описаться так. Скажи, пожалуйста, как тренироваться у девушки-тренера? Необычно, но нравится. Нравится? Да. Все хорошо. У тебя как складываются отношения с девушкой-тренером? Нормально. С самого начала было нормально. Она вас побеждает? Ну, давно не брались. А какой она тренер? Хороший. Строгий? Нет. Не строгий. Довольно приятный тренер. Мне вообще какой-то строгости нету. Обычный хороший тренер. О каких спортивных высотах ты мечтаешь? На Россию поехать. Россию забрать. Готовитесь? Будем готовиться. А ты? Наверное, на мир готовиться хочу. А какие у вас кумиры спортивные есть? Кто нравится? Мне Черкасов Алик нравится в последнее время. Это армрестлер? А тебе? Максим Витаров, скорее всего. А чем нравится? Его техника? Ну, как личность, да, техника тоже хорошая. А вот занятия спортом вам в жизни, в учёбе как-то помогают? Да. Дисциплина хорошая. Сейчас куда готовитесь? В настоящее время я со своими учениками готовимся на республику, на первенство республики. Это будет отбор на СКФО. И вот усиленно занимаемся в настоящее время, так скажем. Несмотря на то, что лето, межсезонье, мы хотим выиграть в своих весовых категориях. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Ребята, я желаю вам новых побед, новых успехов. Ваш путь в спорте только начинается. И пусть впереди будут только победы. Спасибо вам. На этом субботний выпуск Вестей подошёл к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!